Всем привет! Вот настало время делать подмену воды. Заодно решил подстричь некоторые растения, привести их в порядок. И покажу, как прижились рыбки с птички и растения. Ну, начнем. Так, первое. Подстричь, я думаю, вот это вот растение. Потому что очень большой шапкой разрослось. Я хочу его сделать более компактным. Потом, думаю, вот это вот убрать отсюда. То есть, вот это вот именно. И пересадить вот туда. Потом вот альтернатеру. Также вот эти вот ветки, которые без листьев укоротить. И на заднем плане, не помню, как Людвигия, а красная, по-моему, называется, если не ошибаюсь, тоже ее подкоротить. Потому что новые ветки свежие. Вот очень хорошие листочки красные, а старые вот в таком состоянии. Так, насчет рыбок. Рыбки себя все чувствуют прекрасно. Вот, например. Также вот плавает. Ножей, то, что я покупал двух, вон, во, одного хвостик видняется. Второй там же где-то спрятался. Так, его даже тут не видно. Так, вот те, которые тоже двоих взял. Название так сейчас не помню. Вот, они тоже очень хорошо себя чувствуют. Я думаю, уже прижились, так сказать, за несколько дней освоились. Они вот как раз прячутся тоже за растением. То есть один и только что видел второго. Но сейчас он, видно, спрятался. Не хочет показываться на камеру. Ну, сейчас буду сливать воду. Подстригать, как раз, растения. Все покажу. Ну вот, сделал подмену. Подстриг растения. Я здесь решил полностью вот так вот его обрезать. Потому что, видите, как он быстро растет. Из-за того, что есть подача СО2 плюс удобрения каждый день. То есть сейчас уже буду вот из этого, как будет подрастать, больше формировать какую-то красивую шапку. Так, дальше здесь я так же вот туда посадил. Эльтернатор вот этот тоже подрезал. Лимоник вот здесь вот я решил тоже подрезать. Потому что вот снизу хорошие чистые новые веточки с листочком растут. Их вот оставил, чтобы как раз им было больше света. Чтобы они могли вырасти. И он из того, что его подрезаешь, он становится как более пушистый. Там так же все подрезал. Старые веточки. Вот остались хорошие. У меня еще здесь вот там лимоник есть. Но его пока не трогал. Потому что очень будет... Если его тоже и тут вот тоже все подрежу, то очень будет большая масса уйдет растений. И могут пойти водоросли из-за того, что растения не будут в таком же количестве потреблять все удобрения. А так, вот все поменял. Тут, ну, пузырьки. Пока что на стекле. Они сами скоро пройдут. Это после подмены всегда так. Растения пузырят. Даже так видно. Вот это вот, кстати, новое то, что криптокорин, который я с птички привез. Потихоньку адаптируется. Не сказать, что быстро. Но криптокорины вообще в этом плане привередливые. Они могут всю грубо говоря старую листву сбросить, когда в новое место сажаешь. Ну, там новый листочек один вылез. Также вот эти вот я сажал. Они немного покраснели листья старые. Но посмотрим. Пока я не вижу, чтобы он давал новые листья. Пока прошел, то есть, сколько там, пять дней. Еще рано. Она, наверное, только вот адаптируется еще до сих пор. Здесь я вот пересаживал, тоже пошли новые листочки. Тут криптокорина старая. Она все никак не мало прийти с себя. Но тут вот пошли новые листья. То есть, наверное, как бы прижилась полностью. Хотя она тут долго сидела. Но видно, ей что-то как-то... Может удобрения не хватало. Может, как раз CO2 не было. Не хотела идти в рост. Сейчас вот потихоньку выпускает новые листочки. А так, рыбки все нормально. Вот они вдвоем тут. Растения, как видно, тоже все хорошо себя чувствуют. Кто-то только адаптируется после птички. Все остальные нормально растут. Начинается ускоряться у них рост. Еще, кстати, повесил дропчекер. У меня он был уже. Но я им не пользовался. Решил посмотреть, как он будет реагировать на CO2. По даче. Но видно из-за того, что жидкий старый. Он никак все не показывает. Но еще, если недельку повисит без заменения, я его сниму. Потому что по растениям видно, что они каждый день пузырят. То, что быстрый рост идет. То, что новые листочки. Ну, как даже по лимоннику видно. Все новенькие свежие листья. То, что это какая была шапка. А дропчекер 0 эмоций. Ну, в принципе, наверное, я на этом буду заканчивать. Так вот. Все пока нормально. Я еще, кстати, создал канал на Рутубе. Это аналогично платформа Ютуба, только наша русская. То есть, мало ли, если что-то произойдет с Ютубом, там будут также ролики. Я ссылку на Рутуб прикреплю к описании под видео. Ну, в принципе, все, наверное. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментирую. Я стараюсь читать все комментарии, отвечать по возможности. На этом закончу. Все. Всем пока.